Задача обучающего онлайн-курса – освоение учебного содержания трех модулей для ремесленников и преподавателей организации профессионального образования по обучению, а также развитию предпринимательских навыков в области народных ремесел. Ознакомление с практическими методами преподавания определенных предметов по различным видам казахских народных промыслов и ремесел в системе профессионального технического образования в Республике Казахстан. Абхазия – это страна туристическая, много туристов. Абхазия – культура, которая имеет огромные многовековые, многотысячные традиции. И, конечно же, остро стоит вопрос о сохранении этих традиций. Поэтому мы решили сделать три основных шага. Первый шаг – мы поддержали курсы по народным промыслам в двух организациях. Это Сукумский дом юностиства и студия «Артель», где студенты изучают гончарное дело, глину, керамику и все остальное. Увести формы, традиции абхазской культуры, традиции абхазской эстетики. Второй компонент – мы подобрали группу людей, которые заинтересованы, которые занимаются именно сохранением абхазских народных промыслов, сохранением абхазской народных традиций для того, чтобы посмотреть, какие же у них интересы есть, какие у них есть пожелания. И в ходе этих обсуждений возникла идея сделать небольшой тренинг. Онлайн-курс организации учебного процесса и предпринимательских навыков в области народных ремесел будет проходить до 11 июня. Каждый день преподаватели, ведущие, международные специалисты в течение часа будут рассказывать о традиционных видах ремесел. Первое занятие провела специалист из Казахстана Сабира Кульсарева. В России стандарты WorldSkills используются для внедрения изменений в систему противообразования. Например, в области развития национального тестирования, квалификации и обучения работников, преподавателей и инструкторов. У нас есть люди, которые занимаются керамикой, люди, которые занимаются созданием этнодеревни на территории Абхазии, люди, которые занимаются, насколько помню, металлом, деревом. У нас привлечен Суховский государственный колледж, есть художественный колледж. Мы тоже передали им все ссылки, все материалы, всю программу. Также несколько представителей различных ремесел, которые могут уже, скажем, они знают какие-то элементы, но, может быть, чтобы поднять квалификацию, узнать о международном опыте, мы тоже предусмотрели как четвертый этап, четвертый шаг, чтобы как можно всесторонне привлечь людей, занимающих этими промыслами. В онлайн-курсах принимают участие ремесленники, мастера народных промыслов, предприниматели, студенты, директора и преподаватели колледжей. Сегодняшний вебинар, он очень, я думаю, будет иметь большую пользу, большой плюс для наших ребят, если они действительно соприкоснутся не только с теорией материала, а еще как-то практически, вот увидят, как это делается, как гончар вымазывается в глине. Он же не просто так вымазывается и весь грязный, а на самом деле, как приятно смотреть, когда человек красиво работает, вымазавшись в этой глине, он уже делает сосуд. Так что вот эти вещи меня очень импонируют, и мне хотелось бы, чтобы наши дети тоже с этим соприкоснулись, и чтобы это все возрождалось, имело бы продолжение. По итогам курса в участники должны подготовить самостоятельные бизнес-проекты по одному из видов ремесла. По окончании этой программы сделать такой небольшой выпускной, не просто как выпускной написанных работ, но также выпускной уже практических работ. Мы надеемся сделать небольшую образцовую, скажем, выставку, показательную выставку работ молодежи, молодых мастеров, молодых, скажем, студентов, которые работают в этом направлении. Онлайн-курс организации учебного процесса и предпринимательских навыков в области народных ремесел осуществляется при поддержке совместной программы Европейского Союза ООН по развитию среднего профессионального образования.